Вот, вот эта вот штука, это и есть микронаушник, и ничего не видно, а потом я просто вот беру и из пустого абсолютно уха достаю вот эту штучку. Раньше интерпретация этой шпоры выглядела так. Мы брали скотч, наклеивали его поверх шпоры, после чего смывали это все водой. Но я решила проверить, чем же лучше писать, ручкой или карандашом. Можно еще, конечно, напечатать текст, и это хорошо работает, но не у всех есть принтер. Я сделала две одинаковые шпоры, затем наклеила сверху скотч, чтобы он перекрывал весь текст, все аккуратно обрезала, и мы получаем вот такой вот листочек, с которым направляемся в ванную. Наша задача теперь вымыть бумагу, то есть нужно, чтобы она размокла. Ни в коем случае не трите сразу, иначе текст смажется. У меня он отделился как-то слишком быстро, и смазалась именно часть, написанная ручкой, поэтому делаем вывод, что такую шпору нужно писать именно карандашом. У меня произошли небольшие технические шоколадки, у меня половина формулы осталась на бумаге, хотя я особо ее не терла. Посмотрите, как это выглядит на руке. В жизни все хорошо читаемо, поэтому такой вариант шпаргалки незаменим, если препод сильно палит. Недавно я узнала о гораздо более легком способе получить шпаргалку на скотче. Для этого нам нужен воздушный шарик. Я показывала этот способ в видео проверка лайфхаков из тиктока, но если кто-то не видел, то покажу еще раз. Сначала нам нужно надуть шарик. Чем больше вы его надуете, тем лучше, тем меньше будет в итоге шпаргалка. Попрошу заметить, что я снимаю это видео в 6 часов утра, и я надеюсь, что он не лопнет. Вот такой шарик получился, я думаю, нам вполне этого хватит. И пишем на шарике наши формулы. Чем мельче вы их напишите, тем лучше будет. Вот такие вот у нас получились формулы, и я решила в качестве эксперимента попробовать писать еще ручкой на шарике, потому что маркером все-таки получается не очень мелко. В прошлом видео, кстати, такой способ не проверяла, поэтому сейчас и узнаем. И нам нужно шарик наш сдуть. В прошлый раз я делала это, надрезав его у основания ножницами, чтобы он не лопал. И наши формулы превратились вот в такие вот милипусечки. Наклеиваем скотч на формулы, и формулы должны отпечататься. Нет, все-таки, смотрите, вот маркерные шпоры, они хорошо отпечатались, а вот на ручке они почти не отпечатались. Все-таки нужно писать именно маркером, причем маркером перманентным. Ничего себе! Ты сегодня в рубашке? Угу, сегодня контрольная по физике. А, понятно. А что-то просто белую не одела, там же можно было на руках еще написать. И так, когда натягиваешь, то просвечивалась бы. Я похожа на человека, у которого есть белая рубашка. Я ее-то еле откопала. Она вон вся мятая, блин. Свет, а тебе не кажется, что ты выглядишь немного странно? Нет, не кажется. А что такого? Ну, ты в джинсовке и в шарфе. Это выглядит сомнительно. Но я еще и виновата, что у нас сегодня контрольная по алгебре, физике и тест по биологии. У меня тут алгебра, тут физика, а на шарфе будет биология. Я когда на алгебру и на физику пойду, я шарф сниму, а когда на биологию пойду, я джинсовку сниму, останусь только в шарфе, типа холодно, нормально. А еще в этом видео не могла не упомянуть вот этот вот шедевр, который делала моя одногруппница. Это шикарно. Да, это для телефона. Если у вас телефон поменьше, то это просто супер. По-моему, она вот это вот говорила, что делала инструментами для маникюра. Ну, а здесь, видимо, скорее всего, просто канцелярским ножом. И девочки, и мальчики. Это гениально. То есть на экзамене, если вам нужно сфоткать контрольную незаметно, то вы берете книгу, кладете туда телефон, делаете отверстие для камеры, после чего просто спокойно фоткайте. Ну, это, конечно, для тех экзаменов, где можно пользоваться учебником. Вот у нас в универе, допустим, на некоторых можно. Поэтому берите на заметочку тоже. Раньше многие использовали подобный фломастер, который светился под ультрафиолетом. Я решила попробовать сделать такой фломастер сама. Для этого лайфхака мне пришлось отправиться в... Вот в эту вот комнату, короче. И нам нужен порошок с отбеливателем. Я взяла вот одну такую маленькую ложечку порошка и насыпаю это все в стаканчик. И теперь, я думаю, это нам нужно залить водой. Я нашла статью, где говорилось, что отбеливающий порошок тоже светится под ультрафиолетом. К сожалению, у меня был только пятновыводитель, но я решила попробовать. Можно сделать самостоятельно эту самую фиолетовую лампу. Для этого нам нужны маркеры, а именно синий и фиолетовый. Но у меня нет фиолетового, поэтому я попробую использовать красный с синим. Нам нужно две полоски скотча сделать синими, а третью фиолетовой. Мне самой прям так интересно, сейчас получится или нет. Оказывается, можно из обычного телефона или другого устройства с фонариком сделать ультрафиолетовую лампу. Мы наклеили первый слой, который нам нужно закрасить синим. А, блин, я дебил. Это была камера, а вот именно сама вспышка. Затем мы наклеиваем второй слой. Он тоже у нас будет синим. Затем уже идет фиолетовый слой, который я сейчас буду пытаться сделать. Сначала давайте, наверное, красным, потом сверху еще синим. Походу, все-таки этот лайфхак не работает, потому что ничего, блин, не видно. Чтобы точно оценить наш эксперимент, я взяла неоновый маркер. Как вы знаете, весь неон в ультрафиолете светится. И, собственно, нашим самодельным фонариком давайте посветим. На камере сейчас вроде бы видно. Вот вроде бы видно, но, короче, он прям подсвечивается. А вот места, где я провела этим самым порошком, остались просто белой бумагой. Короче, с пятновыводящим порошком это не работает. Нужен отбеливающий. Если у кого есть дома отбеливающий порошок, как сделать ультрафиолетовую лампу, вы теперь знаете. Попробуйте сделать, отпишите в комментариях, работает это или нет. Я решила не отчаиваться и проверить другой способ. С невидимыми чернилами, а именно с лимонным соком. А лимона у меня нет, но есть апельсины в мусорке. Именно поэтому я сейчас буду пытаться их оттуда вытащить, потому что я купила соковыжималку. И как бы вот моя мусорка. Тут, в принципе, нет каких-то мерзких отходов. То есть тут бумага, контейнеры и вот на самом дне корки от апельсинов. Чем вы занимаетесь? Семь утра, девочки. Лично я роюсь в мусорке. Ура! Я вижу апельсин. Блин, он почти весь выдавлен. Ну, хотя, я думаю, нам этого хватит. Короче, апельсин из мусорки найден. Проверка номер следующая. У нас есть апельсин. И мы пишем что-либо с соком. Ну, в данном случае я просто нарисую линии, чтобы понять, работает это вообще или нет. Короче, когда это дело высохнет, то под действием горячего, чего-либо горячего, такого как утюг или что-то такое, это должно проявиться. Поэтому мы теперь ждем, пока это высохнет. Так как утюга, естественно, мы с собой взять в школу не можем, то я решила попробовать нагреть это все дело ластиком. Потому что, если вы замечали, когда вы трете ластиковую бумагу, то она нагревается. К сожалению, нагрева от трения ластика недостаточно для проявления апельсинового сока. Но зато вы теперь знаете, как сделать ультрафиолетовую лампу дома. Мам, у нас завтра по математике контрольная. Можно, если что, тебе задачу скину? Свет, ты когда учить начнешь? Да я учила, но вдруг что забуду? Я тебе тогда смс-кой пришлю. Ладно, ну смотри, если у меня будет много работы, мне некогда будет все сидеть диктовать. Спасибо. Мам, а у тебя же в час обед? У нас просто завтра на пятом уроке сочинение по литре, она очень жестко палит, я списать не смогу. Я его уже написала, можешь его, пожалуйста, мне продиктовать? А запомнить никак нельзя? Ну, я пыталась запомнить, но все равно путаю. А тут все уже структурировано, так хорошо написано, мне просто пятерка или четверка нужна. Ну так возьми заранее его на листочке, напишись, да, этот листок. Да у нас для сочинения отдельные тетради, она прямо очень сильно палит, я никак не смогу целое сочинение. Я не могу целое сочинение списать. Пожалуйста. Вы можете им пользоваться, даже если проверяют уши перед экзаменом. Такое тоже бывает, мне, по-моему, то ли из МГУ друг говорил, что у них проверяли уши, то ли еще кто-то. Ну, в общем, не суть, но, короче, такое бывает. И этот наушник вы никак не можете увидеть, потому что он будет находиться прямо в глубине уха. Минус его в том, что так можно занести инфекции, какие-то бактерии. Это, в принципе, более опасно, чем капсульный наушник. И также он дешевле по сравнению с капсульным наушником. Что такое капсульный наушник? Это вот такая вот маленькая штучка. Вот эта вот черная штука, это и есть капсульный микронаушник. Вот, вот эта вот штука, это и есть микронаушник. Давайте я открою. И это самый маленький размер, который был. Если я не ошибаюсь, я покупала где-то за 7 тысяч. Кстати, я решила, что когда я закончу университет, я, скорее всего, его разыграю, потому что мне он больше не будет нужен, я не буду больше учиться. И я думаю, кому-нибудь из вас эта штука гораздо больше понадобится. Я с его помощью сдала очень много экзаменов, как вы знаете. И это такая, ну, памятная, что ли, вещица. Мне кажется, ее будет прикольно разыграть. Вот этот вот наушник. Тут есть такая проволока. Опять-таки, сейчас буду пытаться вам показать. Вы ее, скорее всего, вот. Вот тут на черном вы ее видите. В ухе вообще ее особо незаметно. Особенно, если вы блондинка, либо блондин, и у вас светлые волосы, то она вот даже вот с такого вот расстояния принимается спокойно совершенно за волос. У меня сдавал друг с этим наушником, как бы мальчик с короткими волосами, и все в порядке было. То есть там преподходил, никто ничего не заметил. Как его нужно вставить? Вот эта вот штука должна находиться вверху. И как бы у вас ухо идет вот здесь такая, ну, загогулина. И, короче, вот эта вот леска должна в... Должна вписаться вот в эту загогулину. В чем проблема? Это длинные ногти. Это неудобно. И как бы его приходится вот вставлять вот так вот непонятно, как пальцем, боком. Короче, это, конечно, с длинными ногтями вставить микронаушник, это очень сложно. И я даже его всунуть не могу. Я сейчас, мне кажется, неудачно его засунула. То есть я чувствую, что он не совсем той стороной расположен в ухе какой должен. Но вот так вот это выглядит. То есть, в принципе, вот вы сейчас смотрите на меня боком, и ничего не видно. А потом я просто вот беру и из пустого абсолютно уха достаю вот эту штучку. Как бы максимально незаметно. Здесь еще вот такие вот батарейки к нему идут маленькие, которые... Теперь вторая часть этого наушника. Это некая удавка на шею, как я ее называю. Здесь расположен микрофон и сама, собственно, то блок, беря чему этот наушник работает. Подключается это все через Bluetooth на телефоне. Работает этот наушник, кстати, просто через звонок на телефоне. Человек, который вам диктует, не обязан находиться там прям за дверью, где-то рядом. То есть вы можете звонить куда угодно, хоть там, не знаю, через WhatsApp в Австралию. Работает просто как звонок. В чем смысл? Чем ближе вот эта вот штука к уху, тем будет громче звук. И, ну, так как я девочка, то я просто через лифчик это вот так вот просовываю и сверху все закрепляю скотчем. И, в принципе, мне удобно, мне комфортно. Микрофон некоторые тоже либо вешают на грудь, либо на руку. Я изначально его вешала, просовывала, точнее, на руку, то есть протягивала вот так через рукав. Но на каких-то экзаменах я его и на грудь вешала, то есть тут уже кому как удобнее. И, собственно, все. Вы звоните, просто совершаете обычный звонок на телефоне и через микрофон вы сможете спокойно говорить. Кстати, микрофон вот этот очень такой чувствительный. То есть если вы шепчете, то все равно вас человек слышит. Это большой плюс. В чем минус микронаушника? Вам нужно знать, есть ли у ваших соседей тоже микронаушник. Потому что если у вашего соседа тоже будет микронаушник, то вы будете слышать не только человека, который диктует вам, но и человека, который диктует ему. У меня была такая ситуация, причем у девочки был как раз-таки магнитный наушник, а у меня капсульный. И я слышала и своего человека, и ее человека, это отвратительно. То есть своего я слышала погромче, но все равно у меня в одном ухе было два голоса, еще рядом где-то ходил трындел препод. Короче, это такая себе ситуация. И вот часто бывает то, что на экзамен ты приходишь, а еще у кого-то наушник, и вам приходится как-то кооперироваться перед экзаменом и рассаживаться, чтобы вы сидели, ну хотя бы там через парту, в идеале через две друг от друга, чтобы не попасть вот в такую ситуацию. Если у вас будут еще какие-то вопросы, то задавайте в комментариях, буду стараться отвечать. Свет, а ты куда слова по инглишу писать будешь? Ну, я на руках написала. А что так мало? Ну, ну я вроде остальное знаю, и мне больше некуда писать. Я просто вообще не учила. Ну, меня спишешь. Давай тогда часть себе на руке напишу, а остатки напишем тебе на правой руке. А, ну, давай, а то мне просто на право это неудобно писать. Я думаю, так делал каждый школьник. Это, наверное, самая быстрая, простая и банальная шпора. Свет, а почему ты всегда ногти делаешь однотонные и матовые? Ты знаешь, как это удобно на контрольных? Я же шпоры всегда на ногтях пишу. Никто никогда не смотрит на черные ногти, потому что они просто не привлекают внимания. Я даже у Елены Викторовны на первой партии умудрилась скатать. А, так вот почему только у тебя одной нормальной оценкой была. Блин, нормально ты так придумала. В следующий раз я так же сделаю. Когда я училась в школе, то еще особо никто не делал ногти в салонах, и все либо их просто красили лаком, либо вообще с ними ничего не делали. И я в школе часто писала шпаргалки карандашом на ногтях. Это было очень удобно и максимально беспалевно. Сейчас же, когда все делают ногти в салонах, это проблематично. Но летом я делала черные матовые ногти, и я просто офигела, как удобно на них писать карандашом. То есть, если вам нужно списать, и вы знаете, что у вас грядет какая-то семестровая контрольная, где будут жестко-жестко полить, и вы знаете, что есть какие-то формулы, либо же если там какая-нибудь история, где даты, вы можете сделать черный матовый маникюр и просто написать все карандашом на ногтях. Если это сделать заранее, то это будет максимально беспалевно. И просто 10 из 10. Это офигенно. Я тебя никому не отдам, потому что ты банан. Я тебя никому не отдам, потому что ты банан.